Привет всем, с вами кот Базилио, который потерял свою лесу Алису. Мы сейчас только что тут снимали замечательное видео под названием «Мы все умрем», хотя, конечно, назову я его «Горея, но все огнем». И учитывая обстановку, которая сейчас конкретно происходит в стране и в Москве конкретно, я вот сюда заехал и понял, что как-то город живет по принципу, что никакого коронавируса нет. Я бы сегодня хотел вам рассказать о том, бывают ли независимые СМИ, потому что очень часто народ кидает различные ссылки с полной уверенностью о том, что вот это как бы оно так и есть. Я даже в своих видео уже иногда язык сточил говорить, что даже я неистинно в последней инстанции, и мои слова точно так же надо проверять, потому что мы живем в таком мире, когда, к сожалению, я встречал очень странные ситуации и на сайтах таких как РБК и даже Нью-Йорк Таймс, о чем я, кстати, у меня конкретно про Нью-Йорк Таймс, и даже было пару выпусков в разрезе «Россия – чужой взгляд». И сегодня я вам хочу рассказать про две ситуации, которые наглядно демонстрируют про вот эту так называемую пресловутую независимость СМИ. Дело в том, что я как человек, проработавший сначала как бы в бумажных изданиях, а потом перешедший в интернет больше сферу рекламы, когда мои подчиненные начинали рассказывать про то, что вот это какой-то клиент, которого бы не хотелось рекламировать, я им объяснил, что мы здесь, извините, ремесленники, да, ну то есть мы не свободные художники. Если тебе что-то не нравится, иди, пиши исторические статьи про фильмы Микеланджело Антонионе, да, или Ларса фон Триера, ну а если вы пришли как бы работать в рекламную сферу, то тут пардоньте. Если вы пришли работать в СМИ, то тоже пардоньте, потому что рано или поздно вам придется столкнуться с ситуацией, когда какая-нибудь Валентина Ивановна Матуенко будет давать деньги на продвижение себя перед выборами. И если вы будете отказываться от этих денег, вы просто не выпустите, например, свой тираж и не заплатите зарплату своим сотрудникам. Так вот, есть у нас в Петербурге совершенно потрясающий, замечательный ресурс под названием «Фонтанка.ру». Такой последний мощный оплот действительно независимой журналистики и все такое прочее. Мало того, что у них была вот тут недавняя ситуация, когда они забанили ролик Семина за то, что он использовал кадры с коптера при разрушении спортивно-концертного комплекса СКК на Парке Победы. И, в общем-то, вот Баткомедиан прекрасно сделал об этом пост. Он писал, что Фонтанка неоднократно использовала и его кадры, и почему бы тогда ему не послать им страйк. Так вот, я делал несколько авторских колонок на этом ресурсе в свое время. В принципе, я даже размещу тут ссылочку на некоторые из них, если вам интересно, почитайте меня как колумниста. И когда я уже работал в агентстве «Реалвеб», Фонтанка была одной из площадок, где, естественно, размещались. Современный принцип интернета заключается в том, что очень часто ресурс даже не в курсе, что он рекламирует. То есть он предоставляет некую площадь, и дальше уже рекламные сетки это все дело подхватывают. И сейчас все вообще по-другому работает в интернете. Если раньше, например, у вас есть сайт, и вы продаете свои площади, то сейчас, как будто конкретному, да, то сейчас вы просто их отдаете на откуп, и уже сетки там сами размещают тот контент, который они считают релевантным той или иной целевой аудитории. И вот идет кампания в медиа по выборам. И на Фонтанке появляется статья, где вот прямо разоблачаются махинации «Единой России», ай-яй-яй, ой-яй-яй. И прямо над этой статьей огромный рекламный баннер, где рекламируется «Единая Россия». Я делаю скрин об этом и посылаю главному редактору Горшкову, пишу, что Александр, ну, как бы, я понимаю, что вы, наверное, не в курсе, да, но вот такая ситуация, вот вы, у вас материал, да, а сверху, как бы, пожалуйста. На что он мне на голубом глазу в почте отвечает, я это письмо специально сохранил, что мы независимы от рекламы, у нас, как бы, вот редакция, а это, как бы, к нам отношения не имеет. При этом я абсолютно уверен, что сам для себя-то он прекрасно понимает, что это все имеет отношение, потому что откуда деньги, ну, то есть, откуда деньги журналистам, откуда деньги на все? Деньги от рекламы. А реклама, она бывает порой вот такая. Но вот этот вот сам обман, это постоянная история, которую себя успокаивают средством массовой информации, что я не такая, я жду трамваи. И целенаправленно закрывают на эти вещи глаза. В то время как, на самом деле, я для себя в свое время выработал такую схему, что независимые СМИ, это когда какой-то дядя, у которого есть докулиард, не знаю, там, долларов, находит, не знаю, ну, допустим, меня и говорит, перец, вот я хочу, чтобы ты сделал ресурс, вот тебе бабки, а я поехал на Бали. Я вообще не буду вот даже вмешиваться, этих бабок тебе хватит вот минимум на 10 лет, если ты будешь ими грамотно распоряжаться. Можешь вообще никакую рекламу не давать, пиши, что хочешь. Вот это независимые СМИ. Но таковых не бывает. В основном работает за счет рекламы, а реклама, к сожалению, ну, так устроен этот мир, она в большинстве случаев, ну, немножечко либо обман, либо порой даже и множечко обман. Она очень часто безнравственна с каких-то классических канонов и так далее. Просто это все очень грамотно завуалирано и вам подано, потому что люди прекрасно ведутся на грамотно упакованной информации. И вот эта вот истерия вокруг данной пандемии яркий тому пример. То есть это как бы вот первый такой, выражаясь интернет-языком, кейс или просто говоря, случай, который мне в свое время очень много объяснил. Мне было крайне неприятно получить от человека, которого я искренне уважаю и который, я считаю, делает очень крутой медиапроект, влияющий, реально влияющий порой на ситуацию политическую, экономическую, экологическую и так далее в городе. Вот такой вот он не отвечает. Ну, окей. Вторая ситуация была из другой области. У нас были взрывы в метро в Петербурге в свое время. Печальная ситуация. Есть такой человек тоже, которого я очень раньше уважал, Диана Качанова. Она работала много где. Одно из последних мест это газета «Мой район». Очень хорошая была газета. Потом она строилась главным редактором газеты «Новая газета» и, в общем, все такое прочее. Я как бы не разделяю позиции некоторые там ее и прочее, потому что ее реально бомбит от Путина. Она видит это вот прямо вот как бы в каждом цветочке, кустике и водителе транспорта. Вот какой-то путинизм нарочитый. Но это как бы личное дело каждого человека, не факт. И вот, соответственно, вот эти взрывы происходят. И она делает такой пост у себя в Facebook. Facebook это, хочу сделать такую маленькую ремарку. Для чего эта социальная сеть нужна в России, для меня большая загадка. Для меня была эта загадка еще во времена, когда я работал руководителем отдела СММ. Я отработал, пахал там 8 лет. И как бы уже тогда я, очень часто у нас был пул клиентов, которым на Facebook даже не предлагали как средство продвижения. Ну реально, ну не нужен он. Потому что там сидит либо какая-то закоренелая либерда, которая сама с собой там срется. Плюс в последнее время туда еще подтянулись точно так же всякие там ватаны, юра, патриоты. И вот они там друг с другом трудтерки. Плюс это еще некая площадка для так называемых экспертов, профессионалов и так далее. При том, что, например, когда я там, не знаю, вожу там свои экскурсии или устраиваю какие-то мероприятия, то весь трафик у меня идет из ВКонтакта и из Ютьюба. Вот в последнее время я наконец сапожник до сапог завелся в Инстаграм, начал там что-то делать и вот сразу почувствовал эффект. Facebook total zero. Оттуда приходит, ну не знаю, полтора человека. Все-таки, ну надо признаться, ко мне ходят и меня смотрят люди, но отнюдь не те, которым голова дана для того, чтобы есть. Хотя, по мнению некоторых зрителей, они именно таковы. Вот, кстати, знаете, они тут все присутствуют, вы немножечко тупое быдло. Да, и хрен знает, зачем вы меня смотрите и вообще ведетесь на все вот это. И вот снимаетесь даже в клипах вот в этих. Ля-ля-ля-ля. Мы сейчас так делали буквально полчаса назад вот здесь вот на улице в районе Цветного бульвара. Так вот, в этом Фейсбуке она размещает пост. Нас не запугаешь этим. И дальше начинаются такие комментарии, а вы должны понимать, как бы, круг, соответственно, комментирующих, да, то есть она главный редактор, она, соответственно, пишет для коллег по цеху, для всех, кто причастен к этой индустрии. Да-да-да, и там пошло, Путин взорвал, то еще пятое-десятое. Прошло два часа буквально после трагедии. Я первый и единственный раз я у нее держался. Я никогда нигде ничего не комментирую вообще, ну, то есть кроме своих ресурсов. Я задал вопрос, прошу прощения, а нас это кого? И тут понеслась душа в рай. Значит, ну, а вы не понимаете, что вы неужели не догадываетесь? Нет, я не догадываюсь, я профессиональный журналист, мне нужны факты какие-то, да. Не может спустя там час в два быть информация четко проверенная у вас, что это вот Владимир Владимирович лично там кнопку нажал, и как бы пояс взлетел наверх с рельс. Вот, в общем, там начался дикий сер, потом там некоторые дамочки пришли ко мне на страницу. Я дико пожалел, что я вообще в это все дело вписался, но вот люди на голубом глазу пишут о том, что это точно вот путинские спецслужбы, подложили бомбу, они все взорвали. Даже если, прости, так сказать, кто-то там, кто наверху, это был Путин. Откуда вы это знаете, по крайней мере, спустя такое время? То есть меня задело даже не то, что они обвиняют голословно Владимира Владимировича, а в том, что это делают профессионалы своего дела, да, простите за плеоназм, да, но не проверив информацию и прочее. То есть меня вот это вынесло в мозг. И я хочу сказать, что это было одним из моих глубочайших разочарований, вот, реально в моей профессиональной жизни. То есть я после этого понял, что окончательно, что вот эта вот ультралибердовая тусня, она абсолютно не моя. То есть меня очень многие там обвиняют в том, что я либераст и предатель Родины, да ради бога, да. Я просто как бы стараюсь ходить ногами по земле и прочее. Так нельзя делать, так не делается. И когда я встречаю какие-то материалы от новой газеты, я вспоминаю вот эту ситуацию, меня просто, ну, я имею в виду те материалы, которые приводятся в качество доказательства того или иного факта, меня начинает просто передергивать. Потому что вот этот вот подход во всем просто, в каждом пуке видеть Пукина, ну, он, извините, как бы, мягко говоря, не оправдан. Поэтому еще раз, я, меня что, бомбануло? Я тут просто посидел, у нас есть такая группа в Петербурге, гиды Петербурга. И там некоторые коллеги по цеху, специально заведенные ветки по коронавирусу, которые я тут прочитал, ну, как прочитал, пробежал глазами, кидают ссылочки. И там такие ссылочки, например, там с канала «Царьград», вот, мне вот очень понравилось. Это такой прям вообще, вы знаете, абсолютно неангажированный источник информации, абсолютно правдивый и так далее. Ну, то есть, прежде чем выставлять какую-то информацию в качестве доказательной базы, вы подумайте, то есть, что вы выставляете. Когда мне кидают определенные ссылки, я даже по этим ссылкам понимаю, как бы, какого вообще лагеря этот человек, какого он, не знаю, там, умственного и аналитического развития, и так далее, все надо перепроверять. Прежде чем что-то разместить, надо подумать. Да, все ошибаются, я ошибаюсь, я иногда могу херню сморозить, я это признаю на самом деле. Но, как бы, это свойственно людям, к сожалению, особенно, когда ты делаешь это все в реальном режиме. Но, тем не менее, как бы, вот в нашей ситуации, в которой мы сейчас находимся, вот в этой, да, когда вас постоянно бомбят определенной информацией, которая, если посмотреть на это дело трезво, не имеет отношения к реальности. И если вы поговорите с любым, вот я вчера говорил с своим прекрасным подписчиком, который меня тут консультирует по поводу моих зубов, и, в общем-то, очередной раз услышал то, что я, в общем-то, понимал и сам, да, по поводу всей вот этой ситуации с коронавирусом и так далее. Вот. Это, собственно, вот такая краткая очередной мой небольшой тезис, который бы я хотел до вас донести. Как будет ситуация дальше, я уже могу предположить в этой связи. Конечно же, с точки зрения там социальной ответственности и так далее, я понимаю, что надо бы все закрыться дома и ничего не делать. С точки зрения здравого смысла я понимаю, что это абсолютно как бы бесполезно и так далее. Но, тем не менее, я посмотрю, что будет происходить далее. Сейчас вот не буду пока это все анонсировать сейчас, но на меня вышли там довольно представительные люди с предложением помочь проводить онлайн-экскурсии. Возможно, я это сделаю. Если это получится, естественно, вы будете первыми, кто об этом узнает. На этом все, друзья мои. Больше никаких анонсов на сегодняшний момент не будет. Комментарии туда. Оставляете их. Большое спасибо коллегам из прекрасного объединения Station Marks за то, что они помогают мне это все делать и снимать. Увидимся. Пока.